По случаю Всемирного дня свободы печати в столице прошла медиа-конференция под символичным названием «Точка схождения». Она объединила сотрудников всех региональных теле- и радиоканалов, а также представителей Национального объединения СМИ Узбекистана. Речь шла о значительном прогрессе в достижении свободы прессы, мерах, которые необходимо принять по защите СМИ от попыток ее ущемления. Лилия Баратова продолжит. За последние десятилетия в сфере национальной журналистики произошло множество изменений, затронувших как самих журналистов, так и его потребителей. Резкий рост роли цифровых медиа существенно изменил как качество, так и скорость подачи информации. Об этом свидетельствует и проведенный совсем недавно референдум. Во время подготовки к референдуму мы увидели, что наряду с государственными СМИ сегодня очень активно приняли участие и негосударственные. Впервые на наших телеканалах шли политические ток-шоу, где была очень разная палитра тем, где зашкаливал градус, где было очень интересно. Было очень много критики, было очень много предложений, идей. В результате этого люди проявили очень большой интерес. Говорит о том, что как медиа, как государственные и негосударственные сделали огромную работу, чтобы вовлечь людей в этот очень важный на повестке дня государственный вопрос. На мероприятии национального объединения СМИ Узбекистана говорилось и о том, что в настоящее время страна перешла на новый этап развития. А критерием нашей жизни стали открытость и прозрачность, свобода слова и мнений. Все больше возрастает внимание к развитию средств массовой информации. На сегодняшний день национальной журналистики мы чувствуем значительные изменения. Я думаю, заметили это и наши граждане. Сегодня внимание, уделяемое представителям СМИ, это результаты наших с вами работ. О положительных результатах я могу сказать на примере нашего канала. На сегодняшний день мы ведем передачи в прямом эфире четыре раза в неделю. Раньше прямые эфиры были только в мечтах. Сегодня мы используем возможности свободной печати продуктивно, донося до своего зрителя качественный продукт. В центре обсуждения стали не только принципы работы узбекских СМИ в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Также было принято решение об изменении в самом названии. Теперь ассоциация стала объединением. Мы решили сегодня преподнести себя больше в форме объединения. И чтобы мы объединились, чтобы мы были одним единым целым. Наше количество членов уже приблизилось к более 50. Я думаю, что поставлены новые задачи. Это повышение нашей медиакультуры, разработка вопросов медиаграмотности. Очень важно работать нам в отношении фактчекинга. Как журналисты делают фактчекинг. Недавно у нас во время референдума были наблюдатели, которые сказали, что, например, в странах Прибалтики уже задумываются о тем, как применять искусственный интеллект в медиа. Сегодня мы тоже должны думать, как искусственный интеллект мы можем применять в работах редакции. На медиаконференции также было подчеркнуто, что национальный медиасоюз продолжает расширяться путем увеличения количества членов. Объединение становится местом, где представители СМИ смогут общаться и обмениваться идеями, тем самым достигая намеченных целей развития журналистики.